Ну шо, сегодня до моих ручонок добралась Call of Duty Modern Warfare. Я очень мало знаю про эту игру, но даже до меня доходили слухи о том, что она, ну мягко сказать, спорная. И поэтому я решил выяснить, чё там вообще такое есть, чё там за русофобия и самое главное, можно ли там балдежнуть. Так что присаживайтесь поудобнее, заверните покушать и приятного просмотра. Но перед началом хочу выразить благодарность своему подписчику, который подогнал мне аккаунт с этой игрой. Дружище, если ты это смотришь, спасибо тебе огромное, вот уважение от всего канала. Что ж, игра начинается с того, как сервера Blizzard не дают мне нормально поиграть. Тогда я злился на этих уродов, почему они не могут разрешить мне поиграть в оффлайне, но сейчас-то я понимаю. Они просто хотели меня предостеречь, спасти парочку килограмм моих нервных клеток, а я, я был неправ, простите меня, пожалуйста. Ладно, игра начинается с монолога какого-то бородатого чела с погонялом волк. Он говорит, что его запрещенная организация воюет не за веру, а за свободу. И потом его заднеприводный кореш говорит, что зовутся они Алькатала и они убийцы. И далее показывается сцена, как какой-то дебик выходит из тачки и подрывает себя. Что ж, сразу могу сказать, что эта организация очень тупая. Во-первых, по сюжету на них напали русские, а теракт происходит в Лондоне. В Лондоне, где чай, отвратная еда, мэри и батю в жопу Поппинс, в Лондоне. Логично, не правда ли? А во-вторых, устраивать теракты ради свободы и мира, это все равно, что жрать мышьяк для здоровья. Круто. Но обо всем по порядку. Далее события игры переносят нас в город Верданск, в вымышленной стране Кастовия. Там нас знакомят с одним из главных героев по имени Алекс. Он со своими друзьями прилетел, чтобы подрезать какой-то суперопасный газ, который использует генерал Барков. Это злой русский мракобес и по совместительству главный антагонист этой игры. Здесь Лехе вместе со своими сослуживцами нужно пробиться на завод и раскидать людей Баркова. Мы с мужиками постреляли и нашли нужный газ, и вроде все, ура, победа. Но тут по нашему отряду открыли огонь. Все, кроме Лехи, сдохли и завалились какие-то мрази. Не люди Баркова, а хз кто, короче, они украли газ, вот. Потом наша начальница набрала по мобиле одному известному мистеру по имени Капитан Прайс. Да-да, я! Она говорит, что террористы подрезали себе химоружие и надо с этим что-то сделать. Теперь нам показывают Лондон, где мы в шкуре сержанта Кайла Геррика должны предотвратить теракт. И, честно сказать, данная миссия мне очень нравится. Во-первых, я не припомню чего-то похожего в Call of Duty ранее. А во-вторых, ни для кого не секрет, что сейчас терроризм является очень большой проблемой для мирового сообщества. И такие моменты в игре с подзаголовком «Современная война», ну, блядь, присутствовать должны. Потому что глупая кража ядерных ракет и прочего говна осталась где-то на задворках нулевых. А сейчас по всему миру гремят теракты, и всякие элитные подразделения армии борются как раз с этим говном. В общем, пострелушки в Лондоне сделаны очень круто и динамично. Постоянно взрывы, крики, суета, хуета, чё-то рушится, то-сё. В общем, нормально, я доволен. Короче, я всех убил, и Кайл, познакомившись с Прайсом, завалился в какой-то дом, где наши враги-пидораски обвешали взрывчаткой гражданское население. Сейчас всё снимем, слышишь, старый, не паникуй. Ну, немного не получилось. Кстати, вам не кажется, что Капитан Цена здесь похож на молодого гослинга с усами? У, сука. На улице Кайл начинает ссать в уши Прайсу, что ему хочется драться в полную силу, и так как у него в голове полно всякой нужной информации, Прайс решает взять его в свою команду. Теперь игра переносит нас в Урзыкстан, ещё одно вымышленное государство где-то на востоке, и его уже 20, сука, лет держит в оккупации генерал Барков. Вы прикиньте, за 20 лет этот мудак так и не смог его захватить, при том, что он имеет супер-пупер химоружие. За 20 ёбаных лет! Тут два варианта. Либо генерал Барков тупой дегрот, либо ему просто по кайфу измываться над людьми. Ой, бля, уже какая-то срака началась. Зачем он держит эту страну в оккупации? Нахуя? Что там? Там есть нефть? Или что? Почему так, нахуй? В Урзыкстане Лёха должен выкрасть газ, который вроде как находится у Аль-Каталы. Для этого ему поможет фронт освобождения. Это местные повстанцы во главе с вот этой женщиной по имени Фара Карим. Ещё раз. На востоке. Лидер повстанцев – женщина. Лидер. Я-то лично не против, но как бы... Сами додумайтесь, окей? Ладно, Лёха рассказал, что недавно украли русский газ и сделала это Аль-Катала. Тёлка говорит, что ей вообще похуй, и разницы между террористами и людьми Баркова для неё нету. Кстати, интересный факт. В русской локализации все говорят «люди Барковы», пытаясь донести, что Барков – это отступной генерал, и Шизик, и к России он вроде никаких дел не имеет. Но в оригинале, сука, все говорят «русская армия» или «русские солдаты». То есть эта девка говорит, что разницы между террористами и русскими солдатами для неё нет. Но я хочу сказать вот что, Активижн, а вы не охуели? Ну, типа, я бы понял, если бы Барков здесь был как Захаев. То есть он бы был просто ёбнутым дебилом, который собрал таких же последователей, и российская армия тоже воевала против него. Вон там с Комаровым была миссия прикольная в первом Modern Warfare. А тут не говорится, что Барков не действует от лица России. А чё ж тогда и в русской локализации все не говорят «солдаты России», почему нас не называют террористами? А шо, ячишек не хватило такое сделать? На самом деле, это пиздец, я по-другому сказать не могу. Ебануться просто. Я буквально в двух словах потом ещё к этому вернусь. Одно дело, когда вы показываете клише злых русских, китайцев или кого-то ещё. То есть кражи всяких ракет и прочего говна. Это выглядит глупо и все это понимают. Но когда вы на серьёзных щах показываете серьёзные и страшные моменты и обвиняете страну, блядь, в терроризме и геноциде... Ну, ебать, это уже перебор, вам не кажется? Что ж, Чика познакомила Лёху со своим братом и рассказала, что нужно избавить город от людей Баркова. Блядь, я тебя захуярю. И теперь можно увидеть во всей красе, что творят русские солдаты, устраивают прилюдные казни и заставляют людей работать в арабских условиях, таская просто шлакоблоки. Зачем? Вы дом тут строите или так чисто по приколу, чтобы помучить? Блядь. С каждым кадром у меня столько вопросов. Просто пиздец. Один из самых главных. Нахуй это всё происходит. Зачем ёбаный Урзекстан оккупировали русские? Потому что они злые или потому что они русские? Я реально не вкуриваю, какая мотивация у российской стороны. У Баркова. Чё они хотят? Чё доебались-то? Да, в игре было сказано, что Барков якобы сражается против терроризма. Он там как-то на этом двинут. Ну, блядь, зачем он уничтожает мирное население? Да и к тому же, за 20 лет он не добился ничего. Вообще ничего. Я дарую ему титул «Пирожок с говном». Ладно, мы с Чексой насмотрелись на ужасы, которые творят люди Баркова. Не хватает только групповых изнасилований и галлонов с водкой. Тогда бы было точно 10 из 10. Ну, короче, теперь задача Лёхи взорвать вертолёты, чтобы отвлечь внимание тупой русни. Что ж, за дело. Первый, второй, но тут всё пошло немножко не по плану, и нас с тёлкой накрыл отряд Барковских морозот, и приходится сваливать. А, кстати, русские солдаты тут ещё и устроили кладбище в центре города. Круто, класс. РА-СИ-Я! Мдааа. Мы с Чексой свалили, и теперь задача отхватить у свиней Баркова авиабазу. Ваааау, круто. На самом деле, миссия и правда ничего такая, но сложная я и бубля. Бум-бум-бум. Я тут умирал, ну, раз 20, наверное. Я просто ещё не привык к здешней стрельбе и к тому, что тут можно сидеть за укрытиями, и из-за привычки от Контер-Страйка старался стрейфить, и поэтому небо плачет. Гошана хранить будут. Я с трудом и потом на яйцах пробился до главного ангара, и тут по нашей жопы прикатила вражеская бронетехника. И теперь можно немножко полетать и пострелять с вертолётов. В принципе, неплохо, помните, такое ещё в Баттлфилде можно было делать, году так в 2008-м... круто. Короче, мы всех убили, ура, победа. Снова переносимся к Кайлу. Ему вместе с компашкой сасовцев нужно проникнуть в дом и нейтрализовать там всяких нехороших людей. Ещё одна прикольная и не совсем обычная миссия. Здесь втихаря надо ходить и убивать потенциальных террористов. Всех убив, Кайл и Гослинг нашли ноутбук, и благодаря информации в нём узнали, что волк находится в больнице в Урзыкстане. Понимаю. Лёха и Фара поболтали насчёт дальнейших действий, и тут я хочу похвалить игру. Посмотрите, насколько охуенно в графическом плане сделаны эти ролики. Это же просто натуральный секс для глаз. Вот за это респект. Да и в целом графон в игре сверххорош. Все взрывы, погони, перестрелки, это выглядит реально очень красиво. Тут не доебаться. В нашем диалоге Фара сказала, что волк гнида, его нужно наказать, так как он очерняет её народ. А ещё у неё есть особый пунктик на использование этого сраного газа. Она сказала, что любой, кто его использует, автоматом записывается в список говёных ублюдков, без исключения. На следующий день Лёха с армией пиндосов прорывается в больницу за жопой волка. Вот эту миссию я уже в рот ебал. Во-первых, враги тут расположены на каждом углу, и практически любая ваша позиция простреливается. Во-вторых, тут постоянно кто-то палит из пулемётов, но просто убить их нельзя. Приходится оббегать их, кидая дыма в ухи, но под себя, как в Counter-Strike, кинуть дым не получается. Вы просто зацените, граната отлетает, как ёбаный футбольный мячик, это какой-то ужас, девочки. Со всех сторон стреляют, часто в крысу, поэтому смерть. В общем, мы с пацанами прорвались куда надо и сцапали волка. Ура, победа! Далее мы притащились в посольство США в Урзыкстане. Перед входом собрались какие-то агрессивные дегроды на несанкционированный митинг. В посольстве тем временем братва допрашивает волка, он говорит, что Алькатала не воровала газ, а сделал это какой-то очень опасный человек. Пока мы болтали, народ на улице прорвался на территорию посольства, и теперь наша задача защитить вот этого бородатого выблетка. Для этого нас переносят в шкуру Кайла. Мы с Гослингом наблюдаем, как лидер этих говноедов в жёлтой футболке сначала убивает какого-то чела, а затем ребёнка, не удивлюсь, если он тоже русский. В общем, террористы пробили машины стену, и теперь нужно всех убить. Я дождался доставки оружия, спасибо, и настало время всем раздать пизды. Мы успешно добрались до волка, и пока пацаны там что-то болтали, оказалось, что волк раньше сражался на стороне добрых урзюков, и типа, вау! Что ж, теперь уже за Лёху нужно перестреливаться на улице, и я даже говорить об этой миссии не хочу, настолько она уёбищная. Не, ну вы смотрите, вот эти ублюдки бродят во тьме, и чтобы их увидеть, нужно стрелять какой-то говной, чтобы она осветила поле. Врагов здесь просто блядский легион, они лезут со всех сторон, мне в жопу столько пуль тут залетело, что хватит на 20 пулемётных лент, а ещё вот такой вот прикольный мистер. Смерть! Обожаю! Я люблю эту игру! В общем, мы кое-как отбились, но волка, к сожалению, спиздили. Жесть. Теперь нам нужно мониторить шоссе, по которому волк поедет, чтобы укрыться в горах. И знаете что? Сейчас будет один интересный фактик. Это шоссе прозвали Дорогой Смерти. В событиях игры его разбомбили люди Баркова, ну, русские, и убили кучу простых работяг. И этот момент отсылает нас к реальной истории, только вот есть один маленький нюанс. В реальности шоссе Смерти разбомбили американцы в период войны в Персидском заливе. Ммм, подмена исторических фактов, круто, лайк, ебать, знаете? Это как говорить, что Вторая мировая война началась с нападения на Польшу, скажем, габоном. Да, такие дела. А вы не знали? Это какой-то пиздец, откровенно говоря. Не подумайте, шо я ват, а мне вообще насрать, мне похуй. Абсолютно. Просто вот я объясню. Когда на серьезных щах солдат твоей страны выставляют уебками, как сделано тут, именно выставляют солдат, а не просто кучку шизиков, это показывает, что раз солдаты этим занимаются, значит такой политический курс у страны. А так как солдаты это обычные люди, такие же, как мы с вами, просто вместо шуток про пиписьки на ютубе они умеют стрелять. Так вот, когда эти солдаты без тени сомнения устраивают настоящий геноцид, это ставит в глазах других людей знак равенства между вот такими вот уебками и простыми русскими людьми. Я понимаю, что я звучу как ебнутый шизоид из телека, шауе, ппш, но мне кажется, это так и работает. И мне похуй на честь нации и прочее говно, мне не похуй на то, чтобы меня по дефолту считали уебком. Хотя я не такой, я, конечно, не святой, но это, сука, уже перебор. Почему, когда я захожу в КС, и тиммейты видят, что у меня русский ник, эти пидорасы начинают руинить мне игру? Оскорблять, хотя я с ними общаюсь нормально. Алло, сука, вы шо? Тем более, ну, камон, 2019-й, на момент выхода игры, какие еще нахуй злые русские? Это супер клише. Клиширование только если бы появился какой-то тайный орден, который бы пытался возродить Третий Рейх. Ну, хуйня. Классный путь проделала Call of Duty. От исторической войнушки до высеров стекшей по матрасу спермы шизоидного ебаната. Like Activision, Infinity War, так держать, братаны. Ладно, тут нам нужно отстреливаться сначала от альхуйни, а потом почему-то от людей барков... Блять, я не понимаю. Кстати, а вот такое, типа, норм, два прицела на винтовке, такое существует вообще, или это какая-то блевотная выдумка? Напишите, кто шарит. Короче, злые русские прижали нас за жопу, и вот когда уже все, почти пиздец, брат, фары, говорит, царей, блять, сейчас я покажу, и выпускает убивающий газ. Вау. Мы кое-как добрались до убежища, и братик говорит Лехе, что именно он украл газ у русских в начале игры, но только чтобы помочь. Конечно, я верю. Ты же не будешь потом отдавать его Алькатале, все окей, приятель. Теперь игра переносит нас в шкуру семилетней фары, здесь показываются события двадцатилетней давности, а именно момент первого нападения Баркова на Урзыкстан. И, честно сказать, момент до охуения жуткий. Сначала мы лежим под завалом и смотрим на мертвую мамку фары. Далее нам показывают сцену, где русские солдаты травят газом мирных людей, видимо, так чисто поржать, а че нет? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ну а потом случается просто квинтэссенция хуни, апофеоз уебищности. В дом заходит вот такое вот перекачанное ебло, убивают батю фары, и потом бегает за семилетней сука девочкой, чтобы ее убить. Вот после такого момента ожидаешь, что солдаты Баркова начнут кричать Хайль Гидра, бляй. И вы посмотрите, как он выглядит. У отряда этих дебилов череп нахуй на гербе, господи. Это напоминает мне момент из какой-то британской пародии. Ты же знаешь, что на наших фуражках маленькие черепа? Ганс! Мы что, злодеи? Я просто в шоке. Тут уже не дело в русских или нерусских солдатах, это просто пиздец. Вот сейчас напрягитесь, объясните, какая мотивация у этих людей делать зло? Зачем? Вот нахуя этот обморок завалился в дом убивать детей? Кстати, заявлялось, что тут покажут серую мораль. Разрабы говорили, что обе стороны будут показаны неоднозначно. Ну так вот, можно ли сопереживать Объединенным Силам Америки, Британии и людям Фары? Хоть они и тупые дауны, но да, можно. А можно ли сопереживать людям Баркова? Ну, вы, конечно, можете, но тогда встает вопрос, как вам в дурку провели интернет. Да и к тому же здесь не показано ни одного хорошего русского персонажа. Николай не в счет, так как он работает на пиндосов. Даже с учетом всего того, что есть в игре, можно было бы сделать чуток по-другому. Смотрите, Барков отступной шизик, который сколотил себе банду наемников и терроризирует страны. Ладно, хуй с ним, пусть даже он будет действовать от лица России. Покажите сцены, где простые солдаты удивляются с его приказов. Например, вот мы с братком ползаем по городу. Почему бы сюда не добавить диалог между двумя солдатами на уровне «Братан, слушай, это перебор какой-то, это же, блядь, простые мирные люди». А второй отвечает «Согласен, дружище, это пиздец, Барков совсем головой поехал, это уже того не стоит. Слушай, при первой возможности я увольняюсь». Или показать в сцене с повешением, как один солдат отказывается исполнять приказы, аргументируя это тем, что это бесчеловечно. Или, например, тут солдат входит в ебаный дом и, как бы, может быть, дает всем уйти. Говорит «Идите к заднему двору, там безопасно». Согласитесь, уже не кажется русская армия такими уебками. Просто показать, что среди них тоже есть люди. Ну не, слышишь, это трудно. Мы не будем рассказывать про такую неважную вещь, как мотивация. Нахуй оно надо, мы лучше покажем как можно больше жестокости, максимально неоправданной и тупорылой. Что ж, браво, Activision, если бы была награда, названная в честь Йосифа Геббельса, вы бы ее получили. Ладно, все, хватит пиздеть, пора играть. Сорян, чуваки, просто такая тупорылая поеби. Я просто не могу остановиться. Короче, двое детей убили вот такую вот здоровую гниду, неплохо, правда? И пробежав через город, мы выбрались куда-то на ферму, где солдаты расстреливают мужчин. Ну, знаете, эти русские. И теперь нам нужно пройти через двух дебилов. И знаете, что тут происходит? С помощью револьвера нужно убить этих солдат. Семилетняя девочка стреляет с ебаного револьвера. Не знаю, стреляли ли вы с револьвера или нет, но это оружие славится крайне тугим спусковым крючком. А еще на таком револьвере с таким калибром отдача будет просто объебически огромная. После выстрела ствол бы и череп напополам бы разбил, как блядский орех. У, сука, как меня бесит эта ебаная игра, блядь, у меня сейчас пена изо рта пойдет. Короче, детей ловит барков, и я надеюсь, что он их съест, чтобы прям полностью показать, что он злодей. В настоящем же Фара пришла в себя, и пока нас спасают, она говорит, что ее брат пидорас, и она его завалит. На сборе всех суперважных пенисов было решено найти брата Фары, и к тому же, как оказалось, он присоединился к Алькатале. Что ж, надо челика захуярить. Для этого мы с братвой завалились куда-то в горы, порыскали по хатам, поубивали злодеев, потом спасли пиздюка, и его мамка в благодатность рассказала, где находится волк. Тихо, да. О, ништяк, ща калик покурим двойное яблоко, нормально, балдешь, бля. Покурили, побалдели. Замечательно. Данная миссия – самый ублюдский момент в игре. Ненавижу ползать по пещерам и прочим местам, напоминающим кишечник. Фу, говно. Короче, мы с Фарой успешно нашли волчару, я его застрелил и разминировал бомбу. Ура, победа. Вернувшись в бургерстанский штаб, наших героев ознакомили с новой информацией. Теперь вся эта тусовка Фары считается террористами. Я приказал своим орпехам считать армию Фары врагами. Ты чё, вообще мудак, блядь? Нахуя? Почему? Блядь. Вы же работаете с этой тупорылой пиздой. Её люди воевали с морпехами бок о бок. А теперь хуякс, они террористы. Я сейчас просто закончу всё это, реально, блядь. Нет слов. Я извиняюсь, что так много мата, я просто по-другому уже не могу. Когда я проходил это всё в первый раз, я себе от фейспалмов лоб до синяка пробил. Это ужас, блядь. Короче, Гослинг немножко повыёбывался на седого Дауна. Лёха остался с Фарой и теперь снова флэшбэк. Фара с братом находятся в плену Баркова. Этот Даун завалился и начал пытать тёлку со словами Я защищу Россию. Ай, сука, мой амудак. Я-то думал, он злодей, а он оказывается комичный персонаж. Ну такой, типа, как мистер Бин. Какой же он, сука, жалкий. Вот, в принципе, всё, что нужно знать про данного индивида. Но что случилось потом, просто... Короче, Фара вместе с другими женщинами выбирается из плена и напролом в пять рыл даёт отпор обученным солдатам Баркова. Как вам, а? Нормально, да? Злые русские, плюс к тому же спермобаки. Бля, я просто вот стоя аплодирую, реально. После этого момента вся серьёзность игры, она умерла. Всё, это не серьёзно. Просто какой-то фарс говна. Браво, Активижн. Вы для написания этой сцены сниксель-пиксель консультировать или чё? Что ж, я, пожалуй, ебало завалю. Девки пробрались куда-то, где всех спас молодой гослинг. И всё, ура, победа. Теперь нас переносит в настоящее. Прайс говорит начальнице, что брат Фары улетел с газом в Россию. И теперь Кайлу вместе с Калином и Прайсом нужно поймать того ублюдка из посольства, чтобы узнать, где находится брат Фары. Сейчас мы, кстати, тусуемся в Питере, и знаете, миссия прикольная. Даже Питер чем-то отдалённо, чуть-чуть, кое-как, если бы я был сильно пьяный, чё-то вообще имеет с реальным Питером. В общем, мы захватили мясника, у него такой вот погонялый, надо суку допросить. Сначала он не сломался, но когда Калян привёз его семью, и я наставил на них ствол, Каак Миленький рассказал, что газ находится в Кировском театре. Ну, и я его захуярил. Прайс попросил Каляна забрать газ, и мы уезжаем из Раиси. Пока мы ехали, Прайс начал стелить речи, что грань между добром и злом крайне абстрактна, и ты сам её проводишь, бла-бла-бла насрать забыть, и иногда нужно запачкать руки. Это, я так понимаю, серая мораль. Охуеть, ничего не скажешь. Теперь мы отправились в Молдавию, где находится брат Фары. Это ещё одна такая себе по интересности миссия, поэтому вкратце. Мы нашли этого Дауна, он сказал, что знает, где делают газ Баркова, и теперь нужно съёбывать из этого сраного дома. Короче, мы удачно сбежали, и прилетела начальница, и сказала, что отдаёт брата Фары русским. Теперь Прайс завалился в Урзакстан и говорит, «Ха, Фара, соси, твой брат слил твои голые фотки, и ищи себя в прошмандовках Урзакстана». Ладно, на самом деле Прайс говорит, что я знаю, где химзавод, и его типа, бля, взорвём. Все согласились, и теперь наша команда дураков завалилась в Грузию, чтобы уничтожить газ Баркова, ну и самого генерала-пидораса. Перебив где-то три сотни злых русских, Лёха вместе с Фарой добрался до всех запасов убивающей дресни, и из-за того, что Алексей как рукожопый додик сломал детонатор, взорвать тут всё не получится. Фара решает пожертвовать собой, Лёха говорит, «Не, слышишь, нихуя подобного, взорву всё я. Мне похуй, иди куда хочешь». Пафосный диалог, где Усатый говорит, что Фара крутая, и она лидер борьбы за свободу. Охуенный, к слову, лидер, который за 10 лет борьбы не добился вообще ничего. Ну и Алексей жертвует собой. Ну, жертвует и жертвует. Потом надо немножко пострелять за Кайла и заплантить бомбу куда-то на трубы, видимо, чтобы газ отравил непричастных к делу грузинов. Логично, да. Барков в этот момент улетает на вертике, и пока этот ёбик требует связи с Москвой, что говорит о его связи с Россией напрямую. Барков, сука, привет от детей Урзыкстана! Барков вздох, завод взорван, и Колян вместе с Фарой улетает к ней домой. Ура, победа. Далее показывается сцена, где начальница разговаривает с Прайсом. Она рассказала, что Россия бросила Баркова, чтобы это не значило, и всё вроде закончилось хорошо. Потом она говорит, что генерал Шепард достал какие-то файлы, и как оказалось, Прайс собирает команду, и ещё, как оказалось, тут жив Захаев. Ну, точнее, он сын Имрана Захаева, Виктор Захаев. И Прайс говорит, что ему в команду нужен Кайл, у которого теперь погоняло газ, Джон МакТавиш, старый знакомый с погонялом Соуп, и некий Саймон Райли, это гост, если чё. И тут я вообще нихера не понял, это часть перезапуск, или чё это, продолжение, что это такое? Пояснительная бригада, расскажите, если шарите в комментариях, пожалуй, ста. В общем, титры. В сцене после титров игра показывает, как Прайс встречается с Комаровым, добрым русским из первой части Modern Warfare, и говорит, что надо захуярить нового лидера Аль Каталы, но история этой параши рассказывается в спецоперациях, и мне как-то насрать, если честно. Что ж, на этом закончилась Call of Duty Modern Warfare. Что я могу сказать? Ну, мне нечего сказать. Я всё сказал по ходу игры, но ради объективности пару слов про плюсы. Графика. Красиво, сосочно. Перестрелки. Неплохо. Мультиплеер неплохой. Каст-сцены выглядят очень красиво. Мне понравился здесь Капитан Прайс. Он перестал быть пафосным дебилом-воякой, а стал таким опытным челиксом с юморком, но который видел некоторое дарьмо. За ним было приятно наблюдать, ну и ещё он на Гослинга похож. Ну и всё, остальное это просто какой-то пиздец. Очень обидно, потому что геймплей на эта часть достаточно прикольная, а сюжет, ну, я в шоке. Насколько это тупорылая история. У злых русских тут просто нет мотивации быть злыми. Барков это просто клоун. Алькатала, которая хуй пойми чем занимается, и Фара, которая за 10 лет сделала что? Ничего. И насчёт этой дебильной серой морали. Ну чё-то я не припомню, чтобы объединённые силы добрых ребят делали что-то плохое. И не припомню, чтобы русские делали что-то хорошее. Так что здесь классическая история про злых русских, которые творят ужасные вещи, и добрых всех остальных, которые им противостоят. Одним словом, говно. Я хотел бы извиниться, потому что обычно я тут стараюсь какие-то там смехуёчки кидать, но здесь это сделать просто нереально. Эта игра антибалдёжная. Понимаете, в прошлых частях тоже были дебильные моменты, клише злые русские. Но прошлые части сделаны как глуповатые боевички, которые ничего серьёзного под собой не несут. Такой чисто блокбастер. А тут же всё по-другому, и если игра заявляет, что она серьёзная, хочет показать ужасы войны, за основу взяла события в Сирии, то и спрос с неё будет соответствующий. Сценарий хуйня, герои почти все хуйня, повороты хуйня, злые русские без мотивации и их лидер мистер Бин. Вот такие вот дела. Как вы понимаете, на этом всё. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, ну и не забудьте, конечно же, побалдеть под конечную заставку. Скоро услышу.